Строительство проблемной многоэтажки на проспекте Дружбы народов 41 в Абакане завершается. Больше 10 лет дольщики не могли получить свои квартиры из-за банкротства застройщика. В итоге долгострой включили в единый реестр проблемных объектов. И в 2022 году за дело взялась механизированная колонна номер 8. На сегодняшний день работы на 4 и 5 очередях завершены. На 3 застройщик заканчивает кровельные работы. Ведется устройство внутренних перегородок, натяжных потолков, устанавливаются двери, ведется отделка фасада пристроенных нежилых помещений. Весной строители благоустроят территорию, и тогда дольщики смогут отпраздновать долгожданное новоселье, сообщает Минстроев. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в республике выросла на 34%. За прошедшую неделю в больнице Хакасии обратились 3690 пациентов. В 72% от числа положительных находок всех ОРВИ подтвердился грипп. Стремительно увеличивается и количество заболевших COVID-19. За минувшую семидневку 65 новых случаев. Самые высокие показатели среди людей в возрасте от 65 лет и старше. Эпидемиологи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться масками и антисептиками, а при первых симптомах болезни сразу обращаться к врачу. В объективе – самая красивая страна. Жители Хакасии могут принять участие в фотоконкурсе от Русского географического общества. До 31 марта организаторы принимают фотоснимки, сделанные в самых живописных уголках нашей страны. Для юбилейного фотоконкурса в РГО приготовили очень необычный специальный приз. Его обладателями станут три фотографа, которые получат возможность участвовать в настоящих экспедициях географического общества, смогут прикоснуться к большой науке и увидят, как рождаются открытия. Подать работы на фотоконкурс может фотограф любого уровня. Его места жительства, гражданство или возраст не имеют значения. Победители в основных номинациях получат денежный приз – 250 тысяч рублей. Подробная информация на сайте foto.rgo.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова